Приветствую вас, по описанию вашего текста получается так, что вы просто сомневаетесь, просто сомневаетесь в себе, сомневаетесь в себе самом, вот, вы не уверены в себе самом, и отсюда возникает вот это вот ощущение, которое вы называете робостью и трусостью, то есть условно говоря, у вас как бы несколько голосов, улучшить, один из которых вас обесценивает, ну может быть это несколько голосов, не обязательно один, вот, и сомнения, которые у вас есть, сомнения в себе, которые у вас есть, они собственно и мешают вам как бы быть естественным, быть самим собой, быть свободным. Что есть сомнения? Сомнения это либо противоречие, противоречие в установках, противоречие во взглядах, чувство вины за то или иное, например, либо сомнения есть не выработанное отношение к чему-либо. Тут все относительно просто, если вы к каким-то вещам не выработали своего отношения собственного, не приняли своего собственного решения, то будут проблемы, будут проблемы, вот, и будут они до тех пор, пока вы соответственно не разберетесь вот с тем, какое у вас отношение к тому, что вызывает робот. Что касается еще одного аспекта робот, то здесь можно выделить такой момент, как непринятие себя, непринятие своих черт, характера, каких-то своих предпочтений, каких-то своих желаний, каких-то своих увлечений, каких-то своих решений опять же. То есть это такая, ни много ни мало, борьба получается. Вот. И вы в этой борьбе постоянно находитесь. И, конечно же, вам в этой борьбе, мягко говоря, не легко, а грубо говоря, так вообще очень тяжело и трудно, потому что в постоянном напряжении вы находитесь. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, вам требуется помощь для того, чтобы вот эти моменты преодолеть. Так или иначе. Вот. Что касается, что касается трусости, то трусость это такая история, во основе которой лежит, ну, на мой взгляд, вполне. Здравая идея себя от чего-то защитить. То есть идея заключается в том, чтобы предотвратить наличие какой-либо опасности. Понятно, что сама по себе опасность может быть нереальной и вам она может только казаться таковой. То есть вам может только казаться, что опасность есть, но на самом деле ее может совершенно и не быть. Вот. Но в таком случае мы говорим о тревожности вашей, то есть неумении, о неумении адаптироваться к меняющемуся вокруг вас миру. Вот. Вот. К неумению корректировать свое поведение. Вот. И в этом смысле вам тоже можно помочь. Можно и нужно помочь. Чтобы, чтобы, ну, чтобы вам было комфортнее. Чтобы вам было легче. Чтобы вам было проще. Вот. И так далее. Все касается неумения выражать свои мысли. Вот. О котором вы говорите. То здесь мне кажется ситуация таковой, что имела бы вероятно смысл Сначала сначала сформулировать для себя мысли. То есть чтобы вы знали ее как следует. А уже после этого ее выражать. И очень важный вопрос. А для чего вы хотите выражать ту или иную мысль? Зачем? Какова цель? Если просто поделиться одно. Если что-то доказать кому-то. Что это совсем другое. Такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.